Чтобы снять этот выпуск, я обошла Москву на несколько раз, и то не смогла охватить масштабы всего происходящего. Зато протестировала бесплатный каток с арендой коньков по 50 рублей, попробовала лучший в Москве трудельник и много чего еще. Смотри этот выпуск до конца, чтобы узнать все про новогодние локации Москвы. Как хотите, а у меня каверы заляпаны. Как хотите, а все дороги все равно ведут к центральной части Москвы, к Красной площади. На Манежной площади в этом году установлена елка, такие красивые, вот сзади меня вы видите елочки, возле которых можно сфотографироваться. Все это, конечно, добавляет атмосферы. Кроме одного момента, что два года назад на Манежной площади здесь была, конечно же, настоящая сказка по сравнению с тем, что сейчас. Здесь были как раз развернуты московские ярмарки, продавались очень классные деревянные игрушки. И сейчас вся эта история переехала немножечко в сторону. Основная ярмарка проходит на Красной площади и немного в стороне, вот там, сзади меня, есть как раз те самые бесплатные карусели и вроде как каток. Сейчас пройдем с вами и проверим, и все посмотрим. Полную силу новогоднее убранство Москвы начало работать 15 декабря. Столица засияла праздничными новогодними огнями. Всего в городе установили около 4000 различных крупных инсталляций и более 1000 новогодних елей. На первый взгляд, что такое 1000 для такого огромного города, но на деле... Итого получается, что на Красной площади, да, в районе Красной площади находятся целых два катка. Один вот находится здесь в районе ярмарки, справа от Манежной площади и второй находится Гум-каток, но, собственно, сам центральный вот этот вот что-не-на-есть каток. А мы сейчас с вами идем на вот эту центральную ярмарку на Манежной площади. На самом деле здесь, конечно, все очень красиво. И в то время, как все снимают вечером, я специально выбрала именно дневное время для того, чтобы показать, что, да, в Москве зимой серая погода и немножечко уныло, но вот именно перед Новым годом все эти ярмарки дарят просто фантастическое настроение, потому что все эти огни, которые зажигаются и днем, они, конечно, тоже добавляют своего такого предновогоднего настроения. Новогодние ярмарки, которые уже ежегодно устраивают московские сезоны, одна из самых классных, на мой взгляд, традиций новогодних праздников в Москве. Вместе с тем, что можно купить множество разных интересных вещиц в подарок близким, здесь можно максимально пропитаться новогодним настроением. Центральную часть Москвы я вам кратко уже показывала в предыдущем выпуске, но при свете дня я увидела гораздо больше. Новогодняя ярмарка пестрит традиционными сувенирами, а про еду подробнее я расскажу чуть позже, тем более, что сейчас. Первое моё видео про новогоднюю Москву, вот здесь вот, кстати, оставлю ссылку на него, если кто-то вдруг его еще не видел. Я показывала гум, центральный каток гумовский, совсем немножко. Я на самом деле даже не имела представления о том, что есть гум-ярмарка, которая находится с другой... Прости, пожалуйста, наступила Надя на туфле. Находится с другой стороны катка, то есть каток нужно пройти немножечко дальше вперед, в сторону собора. И здесь, ребята, просто фантастическая красота. Здесь большая ярмарка, здесь, естественно, тоже есть карусель, она отличается от большинства того, что я видела в Москве. Здесь, естественно, есть разные магазины со всякой едой, закусками и прочим. Ну и просто сам антураж гума вот здесь вот у меня на заднем плане, он, конечно, добавляет красоты просто невероятнейшей. Поэтому, если уж заберетесь на Красную площадь в Москве, обязательно стоит пройти именно до гум-ярмарки, которая находится рядом с собором. Моя подруга Надя, которая гуляла со мной в этот день по площади, много путешествует и утверждает, что видела много рождественских ярмарок разного размаха и красоты, но такого новогоднего настроения заводных музыкантов я их не видела ни разу. Как вы понимаете, я гуляю не одна, я гуляю с Надей со своей подругой. В общем, она утверждает, что есть некие конфетки драже, коробка вот здесь вот продается, которые были как в детстве. Я, опять же, наверное, потому что с Дальнего Востока таких конфеток в своем детстве особо не видела, не наблюдала. Но раз она утверждает, что это для кого-то памяти с детства, я возьму пару таких коробочек для того, чтобы разыграть их между вами. Как вы знаете, чтобы поучаствовать в моем розыгрыше, нужно всего лишь оставить комментарий под этим видео. Поэтому дерзайте, сейчас я их возьму. Самая большая подарочная упаковка Москвы, центральный универмаг, скрывает в себе тоже немного предновогоднего настроения. И сейчас не про цены, которыми так славится этот магазин. Во-первых, на входе внимательный посетитель может заметить запах имбирных пряников. Да-да. А если подняться на пятый этаж, в ходу в ресторан-бюро, можно найти рынок новогодних украшений. В этом году я пришла сюда до его открытия и встретила только спрятанные от глаз посетителей елки. А в прошлом году все выглядело очень даже празднично. На выходе из ЦУМа в сторону Кузнецкого моста можно вдохновиться выставкой с 15 дизайнерских елок, в украшениях которой приняли участие такие люди, как Артем Кривдан, Анастасия Задорина, дирижер Юрий Башмет, многим известная ведущая Алла Михеева, певец Егор Крид, премьер Большого театра Денис Розькин, а также другие московские дизайнеры, молодые художники и медиаперсоны. Конечно, праздник ощущается и в других парках. В Сокольниках, к слову, днем смотреть особо нечего. Сказочный лес, который в вечернее время разливается яркими красками, днем просто сливается со снежным окружением. А вот праздничный тридельник, который здесь продают несколько лет подряд, однозначно стоит того, чтобы остановиться на калорийнейший перекус. Конечно же, новогодняя сказка есть не только в центральной части Москвы, но еще и по районам. И все места, где есть такая ярмарка, они указаны на сайте московских сезонов. Но я понимаю, что вы YouTube всякие видео такие открываете не для того, чтобы услышать. Впередите на сайт и посмотрите там всю подробную информацию по этому карту с локациями, где находятся какие-то участки. Сейчас мы купим какао. Сейчас все будет. Сейчас пойдем еще на каток. Какао? Да, хорошо. Подожди три минутки, ладно? Какао! Как? Да, дядя военный. Найти нашли в сквере Хачатуряна, самый ближайший к нам район, где можно покататься на карусели и на катке. Единственное, что на каток нужно зарегистрироваться заранее на сайте или в приложении московских сезонов. Там ничего сложного в принципе нет. Единственное, что нужно быть внимательным, что регистрацию нужно подтвердить, перейдя на почту электронную и там вот обратно вернувшись на сайт. В общем, вы регистрируете катание на коньках и идете на каток. Сейчас мы пойдем на каток. Покатались уже на карусели. Все очень красиво, супер медленное, для детей классное. Но и в принципе сделать крутые, классные, красивые фотографии тоже там, естественно, можно. Поэтому пользуйтесь и приходите лучше во время, когда людей не так уж и много. Вот мы пришли, у нас здесь совершенно нет никаких очередей. И вокруг такая вот классная красота. Прекрасные елки. Сквер у нас здесь украшен в каком-то индийском, по-моему, стиле. Я не помню точно. Тематика украшений зависит от того, какая в сквере обстановка. Здесь у нас какая-то индийская такая тусовка, поэтому вот у нас такой индийский Новый год. На карусель, кстати, без масок ты не попадешь, поэтому нужно брать с собой маску, обязательно там ее надевать. Пойдешь? Сейчас мы проверим. Алексеева, Яна. Яна Алексеева. Правильно, есть документики на ребенок? Вот тут еще один важный момент. Если вы собираетесь пойти на каток с ребенком, и в приложении указали просто плюс один, на катке вас спросят документы, подтверждающие, что ребенок действительно ваш. В нашем случае подошел скрин из госуслуг, ну или фотография свидетельства тоже принимается. Первый в жизни в твоей катке! Да! Ты рад? Да! Вот это ты удачно зашел. Так, смотрите, вот пакет для вашей обуви, уличный выезд, дайте к нам в гардероб, и одноразовую похилу. Дальше по правилам катка вы сдаете все свои вещи на хранение, в том числе маленькие сумки, и выходите на свой для кого-то первый лед. Нет, подожди, ну ты куда? Какой мусор? Ты че? Не надо выкидывать мусор. В общем, рассказываю про коньки. Для того, чтобы взять, в общем, коньки в аренду, нужно заплатить 50 рублей, плюс 2000 вы оставляете залога. Слава богу, у них, ну, конечно, это 21 век, и я думаю, что многие просто приходят без наличных денег сюда. Поэтому есть все онлайн делается, сперва как бы оплачивается, потом идет отмена от покупки. Обязательно нужно сохранять билет для того, чтобы вашу покупку отменили, для того, чтобы, ну, подтвердить, что все нормально, с коньками все хорошо, в общем, и вам возвращают деньги. Возвращают деньги достаточно быстро, вот сейчас у меня провели отмену покупки на карте, это буквально произошло за 5 минут после того, как вот мы чекнули мой телефон. То есть все происходит моментально, не приходится ждать несколько дней. Главное сохранять карточки, которые вам выдают, слушать рекомендации ребят, которые там работают, и все будет хорошо. В общем, в конечном итоге вы покатаетесь на катке бесплатно с арендой коньков всего за 50 рублей. И еще, насколько я знаю, там есть бесплатная заточка коньков. Если у вас есть свои коньки, вы можете принести, и вам их заточат бесплатно. Очень суперудобно, это Донн Китон в восторге. Есть пингвины, которые помогают детям, которые не умеют ездить на коньках. Я считаю, что это просто топ. Тебе нравится? Да. Ни один новогодний балдеж не проходит без новогодних сладостей и вкусняшек. Поэтому после катка мы, естественно, прямиком отправились прямо за ними. Какао. Мам, что? Вкусно? Это лучший день в твоей жизни. Какао. Мам, что? Мам, что? Мам, что? Если ваши малыши так же, как и я, верят в Деда Мороза, то обязательно найдите на новогодних площадках небольшие домики, в которых можно составить красивое письмо Деду Морозу. Его можно отправить Деду, а можно оставить себе на память. Такие домики работают в будние дни с 15 до 7 вечера, выходные и праздничные с 12 дня и до 7 вечера. Дон Никитон, ты довольна, что мы пришли сюда? Да. Тебе понравилось? Да. Что тебе понравилось больше всего? Карусели. Карусели тебе понравились? А на катке тебе понравилось? Да. На чем ты катался? На коньках. В общем, ребята, я думаю, вы поняли. Обязательно, если будете в Москве, посещайте вот эти рождественские ярмарки от московских сезонов, пользуйтесь их приложением, пользуйтесь обязательно услугами, которые предоставляют... Ну, я не знаю, это городская мэрия, наверное, представляет все-таки. Это позволит вам, на самом деле, вкусить все прелести этого Нового года по полной программе. Я думаю, вам зашло это видео. Если так, ставьте свои лайки, пишите в комментариях, где были вы, на какой из площадок, и что считаете, прикольный это вообще или нет. Подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. Это была Яна Алексеева по наехавшей влогу. Пока-пока. Ты танцует? Это очень милый танец.